Больные дети. Ты можешь реально им помочь. 1 июня, в День защиты детей, состоится благотворительный вечер. Продажа уникальных маек с детскими рисунками. Благотворительный аукцион. 1 июня, 19.00. Галерея Каштан. Судьбу детей сегодня решают областные депутаты. Первый вопрос на заседании Думы – назначение уполномоченного по правам ребенка региона. Необходимость в новой структуре возникла уже давно. Но это позволит решать проблемы детей более эффективно, уверены парламентарии. Сегодня много ведомств занимаются этой проблемой. Занимаются и органы управления образованием, занимаются органы опеки, занимаются МВД, занимаются самые разные структурные подразделения. Но должен быть человек, на мой взгляд, который в себе будет соединять и консолидировать, и вообще, скажем так, упорядочивать эту работу. Возглавить новую структуру часть парламентариев предложила Юлия Ерофеевой. Теперь коллеги должны вынести свое решение. Для этого проводят тайное голосование. Спустя несколько минут результат готов. Кандидатуру одобрили почти единогласно. Чтобы вступить в должность, осталось только произнести клятву. Добросовестно исполнять свои обязанности. Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, уставом, основным законом Саратовской области, законодательством Саратовской области, справедливостью и волосом совести. Главное теперь сделать так, чтобы каждый ребенок знал защитника в лицо и мог ему лично рассказать о своих проблемах. Среди основных задач Юлия Ерофеева назвала прежде всего контроль за работой учреждений для детей-сирот. После поздравлений депутаты начинают рассматривать основную повестку дня. Сегодня вносят изменения в бюджет. Сейчас главное, чтобы каждый рубль тратился эффективно, признаются парламентарии. Однако при этом нельзя сворачивать и социальные программы. Поэтому региональную казну делят тщательно, так чтобы была возможность поддержать все категории граждан. Сегодня на этой думе мы приняли решение, поддержали проект, который внесли правительство. 96 миллионов выдержали именно за компенсацию новой приобретенной техники. Это очень большая поддержка сельхозтоваропроизводителей. И 57 миллионов именно поддержка птицеводства. Это тоже вот два направления, которые солидно. Где-то 140 миллионов с лишним денег сегодня будет выделено. Плюс к тем, которые уже выделены. Деньги нашли и на ремонт многоквартирных домов, и на переселение из аварийного жилья. 25 миллионов выделили на реконструкцию футбольного поля стадиона «Локомотив». Еще столько же на строительство спортивного зала в 20-й школе Энгельса. 90 миллионов рублей получит Саратов специально для покупки коммунальной техники. Сегодня парламентарии решили и судьбу депутатов следующего созыва. Дело в том, что согласно новым федеральным стандартам, число народных избранников в региональном законодательном органе зависит от количества избирателей. Этот закон приводит количество депутатов в соответствии с федеральным законом до 45, потому что мы перевалим количество избирателей свыше 2 миллионов. То есть нам надо 45 и выше депутатов мы принимаем. Сейчас в областной думе 36 депутатов. Сегодня они предусмотрели наказание для чиновников, которые нарушают права бизнесменов. Теперь за затягивание сроков рассмотрения письменных обращений виновных ждет штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Всего же депутаты рассмотрели более 50 вопросов. Сами парламентарии назвали сегодняшнее заседание одним из самых плодотворных.